Радио Болтком Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов Добрый день, уважаемые радиослушатели, начинаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали, присяжный адвокат Иоанн Зеленович у нас в студии, добрый день Добрый день, доброе утро для кого-то Доброе утро, да, вот в принципе хорошо, что мы общаемся сейчас в студии, какое-то время с нашими гостями общаясь по Zoom, понятные причины, эпидемиологическая ситуация С одной стороны, вроде бы мы вздохнули в какой-то момент более свободно, но сейчас ситуация, как мы видим, ухудшается Но самое, наверное, печальное, что вообще непонятно, что дальше будет делать государство, какой есть ли у нее вообще план Поскольку выступление господина Левица, недавно открывая осеннюю сессию Сейма, сказал о том, что надо вообще подумать, надо прекращать вообще Сейму заниматься вот этими всеми законопроектами обязательно вакцинации Давайте передадим правительству, оно лучше знает, что делать, оно будет делать оперативнее, эффективнее С одной стороны, кто-то может сказать, ну действительно, в кризисных ситуациях исполнительная власть, она вроде более мобильная Там депутаты собираются, разные фракции, три чтения, давайте правительству, с одной стороны, да С другой стороны, у нас вроде парламентская республика, и мы видим, что за эти полтора года, ну нельзя сказать, что правительство всегда было на высоте Я так дипломатически скажу, как вы все это оцениваете, может быть, и с точки зрения поста как жителя этой страны, как гражданин и как юрист Обик, спасибо за вопрос Я, конечно, не специалист, скажем так, в прямом смысле конституционного права, но пару каких-то тезисов, соображений с удовольствием выскажу Приходит первое, что приходит в голову, в свое время была, как бы, в нашей конституции был заложен механизм, что в промежутках между сессиями или работой парламента Правительство имеет полномочия выдавать некие декреты, да, приравниваемые в силу закона Да, 81-я статья была знаменитая Вот, если ты еще лучше помнишь, да, то есть, это, в принципе, ничего как бы нового в этом мире нет То есть, скажем так, знатоки конституции, наверное, подтвердят, ну или опровергнут, я думаю, скорее всего, все-таки подтвердят Что такой механизм заложен в большинстве конституций, скажем, ну, демократических и прогрессивных стран Сразу говорю, собственно говоря, мое личное мнение в том, что мы в Латвии живем в очень старой, несовременной, я бы сказал Архаичной в какой-то степени конституции, которая была в свое время некритически переписана с образца веймарской конституции В свое время, так сказать, главная цель которой была недопущение прихода к власти сильного, так сказать, лидера или диктатора Что любопытно, да, что любопытно Любопытно то, что все другие страны, в том числе и Германии, поменяли конституции аж, по-моему, как минимум раз, а то и два раза Соответственно, мы живем по, я бы сказал, не совсем, скажем так, профессиональной, с профессиональной точки зрения Качественной конституции, да, там много, много долгой дискуссии, но с моей стороны Тут же институт президента, его выборы народом или парламентом А у нас, понимаете, мы вообще уникальны в том, что у нас, во-первых, не уникальны, уникальны в том, что у нас парламент выбирает президента Но то, что он выбирает открытым голосованием, как в колхозе Кто там за дядю Ваня, да, ну, кто посмеет против него проголосовать, да, так сейчас внимательно Огласите весь список, да Да, я думаю, что в этом смысле мы явно уникальны Поэтому, подводя итог, я хочу сказать, что в нашей конституции или в сатверсмин, да, то есть латышский термин Много чего нужно дорабатывать, в том числе, может быть, даже ее переписать и принять заново В данном случае наш президент, он пытается решить ту старую же проблему, которая существовала, да, правильно обозначила Некая деятельность правительства в рамках бывшей статьи 81-го То есть что делать, когда особая ситуация, а парламент отдыхает Можно его созывать на неочередные какие-то заседания Ну, я думаю, тематика это вокруг этого, как решать ситуацию, когда процесс или слишком долгий Он, 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 просто ситуация требует более быстрого решения И раньше это просто решалось в рамках вот этого порядка Я так воспринимаю Поэтому для меня это ничего не особо нового, это не революция Это, к сожалению, наверное, полумера, с моей точки зрения, потому что я сторонник полного реформирования нашей Конституции Ну, вот такая мера, которая, в принципе, призна решать ситуацию кризисную, как в кризисе выходить из ситуации Ну, это может быть один вопрос, но вообще, на самом деле, ведь, мне кажется, что жители Латвии Ну, прежде всего, может быть, работодатели Хотят увидеть какой-то ясный план Пока мы только понимаем, что вот эти страшилки, которые звучат, с этим сложно не согласиться Цифры говорят о том, что нас опять ждет очередная волна Ну, все страны сейчас Европы не только через это проходят С одной стороны, понятно, что будет нехорошо, так мягко говоря С другой стороны, нет же четкого плана Один день наш премьер сказал, что, вы знаете, ну, ограничения будут, но они не будут касаться, значит, вакцинированных Потом другой день говорит, вы знаете, ну, мы опять придем к тому, что у нас будет больше площадь ни одного человека в магазинах Значит, это будет касаться всех Все будут стоять в холод на улице, не знаю, максимум или в Риме И ждать, пока ему дадут эту корзинку, чтобы он купил продукты Ну, вы тогда как-то объяснитесь, да, скажите, что, вот, не знаю, вот, магазины не трогаем или трогаем Что-то закрываем, что-то не закрываем Мы же помним в прошлом году, какой был хаос Один раз мобильные телефоны продавать можно в супермаркете Потом можно, но только в рабочие дни Видимо, выходные вирусы особенно свирепствуют Потом кафе можно, но только до 22 Потом, ну, в общем, ну, надо же хоть сделать какой-то ясный план, что можно, что нельзя Я полностью согласен с твоей рефлексией о недавней истории Туда можно много соли на рану Нет, я просто имею в виду, что нас ждет теперь Я думаю, что, я думаю, после, так сказать, наблюдения за нашими представителями власти, имущими Я думаю, что напрашивается один вывод Естественно, у них нет плана Или план очень плохой Но у них не хватает смелости об этом заявить Что они, как бы, как мы все смертны Ну, не ясновидцы, у них нет кристального шарика И, к сожалению, их профессионализм прогнозировать события очень ограничен Ну, я думаю, что это, скорее всего, для наших радиослушателей не новость То есть мы это все видим и понимаем Хотел просто, наверное, чуть-чуть откомментировать субъективно, с своей стороны То, что я считаю, что, да, волна будет, но она будет намного Это будет, знаете, как во время шторма Это будет, как бы, вторая, третья То есть это уже самое худшее у нас позади Да, будет некий рецидив Но почему я рассчитываю на более позитивный, так сказать, исход Во-первых, очень много людей переболело И очень действительно много людей привиты И, соответственно... Многие даже бессимптомно переболели, но какой-то иммунитет есть Ну, а сколько я знаю, и я, по-моему, это слово как-то уже приводил Где-то в своем интервью, как охотник, да То есть если пока все свиньи не переболеют чумой Ну, так сказать... Не уйдет в лесу В лесу этот вопрос, да, он иначе не решается Все, кто выживет, тот выживет Но через два года чума проходит, и остаются те, кто выжил Поэтому с таким же, примерно, с вероятностью Я могу прогнозировать, что на втором году или на третьем году Сколько у нас? Второй год, третий начнется, да? Да В ноябре мы пойдем в третий год Понятно, что пика уже не будет Да, нужно следить, естественно, самое важное Это не перегрузить наши реанимации Не перегрузить наши болезни Но пытаться все-таки сбалансировать между, так сказать, обычной повседневной медициной И, ну, как бы, этой вирусной болезнью Потому что, я думаю, у нас здравоохранение и отрис образования Образование – это те самые наши, ну, глубоко наших умерших По другим болезням тоже не воскресишь И наших, так сказать, извините за очень сильное слово, дебилов В школе уже не перевоспитать То есть, они два года не учились Да, представляете, мы выпускаем на глобальный рынок людей Которые просто два года били баклуши Да, все эти разговоры о том, что там кто-то по интернету чего-то учился Ну, это верит, да, если ты шутка, знаете, ковид – это как религия Можно верить, можно нет, но обряды нужно соблюдать В данном случае я больше вижу, что в долгосрочной перспективе Вот, катастрофический урон образованию И еще не будем забывать психиатрия, да, то есть, психиатрическое здоровье населения Я представляю прекрасно, так сказать, эту картину, да То есть, мама, которая остается дома с неработающим мужем и двумя детьми Да, один там школьник младший класс, другой в старшей группе Или там один первоклассник, второй классник, второй четвероклассник или пятиклассник Это ужас, да И они просто замурованы в двухкомнатной квартире И, ну, кто им вылечит нервы или кто им, ну, наверное, никто Поэтому я думаю, что мой прогноз или мое пожелание Возвращаться к ограничительным мерам, ну, наверное, нельзя Или если можно, то уже очень в ограниченных регионах Ну, не знаю, как это делал Китай, там, в рамках одного города Потому что все закрывать и все ставить на тормоза, все экономить Ну, просто, я думаю, ну, мы не выдержим То есть, вот, мне приходится ездить по миру Я вижу, что та же Хорватия, ну, то есть, они не то, что плюнули Просто приняли решение, что, ну, хватит, да То есть, мы иначе, ну, нам, наверное, без разницы, чем болеть и от чего умирать Но мы открыли сезон туризма, у них этим летом в полную силу заработал туризм Соответственно, туризм потянул очень много других сопутствующих отраслей И, соответственно, я думаю, что было бы ошибкой латвийского правительства Пытаться опять, так сказать, принять какие-то строго ограничительные меры Мы должны понять, что, я так думаю, ну, может кто-то сильнее меня в медицине Может пояснить, но я думаю, для этого мы прививались Для этого, но при этом еще и много людей переболел Да, вы, наверное, правы, потому что если посмотреть на историю эпидемии Одно дело, когда были какие-то бактериальные эпидемии, типа холера Я еще мог понять, когда вот происходит изоляция вот этого очага заражения Там, условно говоря, все огораживается, там колючая проволока, дезинфекция Так сказать, и это еще понятно, да Сейчас, когда мы видим, что даже локдауны не помогают Ну, хорошо, ну, сколько можно людей запереть Ну, мы знаем, в отдельных странах там водили на три недели, на четыре Полный тотальный локдаун, только, не знаю, так сказать, один член семьи Погулят собачкой и до ближайшего магазина Потом народ рано или поздно выпускали и начиналось все по новой То есть, видимо, с вирусом вот просто такая, простите, тупая изоляция уже не действует Так что, наверное, в этом плане вы правы Но поскольку вы практикующий адвокат, занимаетесь защитой своих клиентов Что-то вообще изменилось в отношении, не знаю, государства, власти, может быть, судебной системы Вот, не знаю, к бизнесу? Я почему спрашиваю, поскольку еще до пандемии, сейчас это ушло на второй план До пандемии все время говорили вот эти жесткие наши борьбы с отмыванием средств Никто не спорит, что отмывать деньги это плохо Но вот то, как мы это боремся, да, знаешь, из серии, так сказать, бьем просто из пушки Или ядерную бомбу сразу сбрасываем на бизнес То это перебор Сейчас что-то изменилось, может, даже многие министры сказали, что мы как-то так перегнули палку А что-то вообще изменилось, может быть, пандемия как-то вот несла какую-то коррекцию Я думаю, одно с другим не сильно связано Просто хронологически как-то одно за другим последовало То есть в 2018 году мы начали, ну, скажем так, вдруг и с какой-то бешеной силой бороться с отмыванием денег Ну и добились мы, наверное, того, что, ну, стали чистыми Главный вопрос, а что дальше? Причем, наверное... Очистились от денег, да, видимо? Ну и от денег в том числе мы очистились Причем они же, там, ну, ладно, часть не самая крупная, да, то есть, наверное, намного меньше половины Она заморожена, арестована Здесь я ожидаю очень, я думаю, серьезного процесса против государства В конце концов, это ляжет на расходы налогоплательщиков В том, что очень много, на мой взгляд, незаконного было Несправедливого и незаконного было Створено в этот период Во имя вот этой благой цели почиститься Ну, чистка-чистка, но я говорю, а что дальше с этого? Мы сейчас такие самые чистые Скорее всего, я думаю, мы явно взяли приз самых чистых во всей Европе Возможно, во всем мире Ну, что дальше? Ну, можешь кто-то ответить, что дальше? А причем, как я уже говорю, что эти деньги, они ушли по банковским каналам в другие страны То есть, их никто не сжег, никто их не взял То есть, они спокойно сейчас находятся те же деньги, с тем же происхождением, только в других странах Ну, скорее всего, давят там на карманы или на мозги банкиров тех стран и регуляторов тех стран Ну, видать, меньше нашего Соответственно, в глобальном мире переусердствовать, наверное, ни в коем случае не стоит И ты, ну, кроме повышения и премий, вряд ли вся страна или вся экономика получит какое-то благо То есть, скажем так, профессионализм во всем В том числе, вот здесь я, наверное, согласен, что пандемия и этот процесс, он проявил очень много непрофессионализма Высветил так, да? Да, да, высветил очень ярко, публично Ну, то есть, уже как бы сами герои могут этого не признавать, но, так сказать, широкая публика, да, то есть, говорить вслух, чтобы дурь каждого была видна, да, то есть, вот дурь каждого, она и видна очень отчетливо Соответственно, я думаю, что непрофессионализм, он свойственен, и он хорошо высветился, что в эпоху или в рамках эпидемии, что в рамках борьбы с отмыванием денег Потому что, и у меня нет ответа, ну, да, почистили, ну, мы чистейшие, ну, что дальше с этого Стала ли экономика более, не знаю, там, активная, конкурентоспособная, привлекли мы инвесторы? Вряд ли Ну, да, я тоже не вижу Может, конечно, этому вопросу посвятить, наверное, нужно посвятить конференцию Но, на мой взгляд, это был такой, как бы, рывок в тупиковом направлении Ну, да, мы сейчас до этого добились, я поздравляю Я почему говорю, потому что, ну, нам же время от времени говорили о том, что вот старые, как бы, вот такие, ну, база или источники зарабатывания средств, если говорить простым языком, для государства это сейчас все не актуально, это не нужно Латвии, я имею в виду Нам же говорили, что транзит и логистика нам не нужны, ни резидентский банковский бизнес нам не нужно Потом нам сказали, что, в принципе, вот эта вот система видов на жительство, ну, в обмен на покупку недвижимости тоже не нужна Ну, возникает вопрос, а что нам нужно, вот это, как сказал, произнес премьер, вреда реиндустриализации Ну, что-то можно перевести как мудрая реиндустриализация, очень красиво звучит, но где она? И как это сделать, особенно государство, которое не создает, как мы знаем, ни предприятия, ни заводы Это же все в руках частных предпринимателей, от того, что ты бросил лозунг, ну, и где эти инвесторы, где эти вот заводы, где они все? Ну, только один ответ, да, с еврофондов и специальных фондов по борьбе с последствиями пандемии у нас много денег Ну, понимаете, мы сейчас наблюдали, наверное, такой очень специфичный период в экономике Когда у банков было немерено денег, ну, чего не хватало? Не хватало бизнес-планов, бизнес-идей и людей уже с предысторией, с неким финансовым профилем, желающих чем-то заняться То есть нет сейчас вопроса денег, есть вопрос отсутствия идей, отсутствия бизнес-проектов И, соответственно, и в данном случае, да, у нас осью всей нашей экономики становится А, получение фондовых денег и их распределение И в основном мы их тратим на бетон Да, мы строим разные вещи, там, начиная от, не знаю, дороги, заканчивая железными дорогами В промежутке у нас еще появляются плохие строители, которые почему-то объединяются в картели Да И как-то связано с той или с другой политической... Случая совпадение, да Да, но мы это все вкладываем, грубо говоря, в бетон Я бы больше желал и, наверное, рекомендовал, чтобы эти все деньги по возможности все-таки вкладывались в образование, будущее Потому что, ну, понятно, что, так сказать, время упущенных возможностей последних 30 лет Мы от того, что будем сейчас в эфире сильно плакать, мы ничего не изменим Если все-таки смотреть с неким, так сказать, оптимизмом, да, ограниченным, да, но все-таки оптимизмом в будущее То я бы сказал, что эти деньги нужно, естественно, вкладывать только в основном в образование и в молодежь и в человеческий ресурс Потому что без человеческого... Да, без этого никуда Потому что мы уже дошли до ручки И я просто уже боюсь назвать сферу, где у нас еще не наступило старение и уход профессионалов бывшего поколения То, что мы еще унаследовали в свое время, да, ну, там, педагоги, то есть образование, медицина, полиция, судебность Ну, везде все, мы, все, что было накоплено предыдущими поколениями, оно закончилось И теперь наступает, как бы, однозначно время и время отвечать за те долги или за те расписки, которые были выданы с начала 90-х Все, что мы понастроили, тут уже, так сказать, оккупация здесь ни при чем, да, здесь... И уже самим нужно отвечать и самим дальше думать, как действовать Да, по этим векселям нужно платить, да, и, соответственно, на мой взгляд, единственное, что я могу посоветовать, это вложение в человеческие ресурсы Я очень хорошо помню, вот это было до пандемии буквально, вот так вот, по иронии судьбы, когда там медики требовали, притом зафиксировано в законе, помните, прибавку там 20% Речь шла о том, чтобы найти какие-то, ну, какие-то, да, так сказать, в принципе для бюджета небольшие деньги, 60 миллионов не хватало, чтобы выполнить это обещание, зафиксировано, кстати, в законе И все те же, которые сегодня говорят о том, что настолько много денег, как никогда не было, кричали, откуда взять эти 60 миллионов, ни за что И никому ничего, да, значит, теперь, как мы видим, уже и бегают, и предлагают эти добавки, и доплаты А откуда взять этих медиков, потому что они, поняв, что достойной жизни не будет, уже многие просто собрали вещи и уехали, уже лечив в других странах Да, и сейчас, конечно, вот вернуть людей очень сложно, вчера, по-моему, в Панораме хорошо прозвучало, что мы за это время там закупили, ну, во время пандемии У нас уже там почти 700 этих аппаратов искусств и вентиляции легких, созданы дополнительные отделения, но все говорят, а кто там будет работать? И вот ответа нет, да, ну, есть у тебя аппарат, но он сам себя, сам не работает, да, то есть кто-то должен подключить То есть вот в чем беда, вот, то у нас не было денег на какую-то там небольшую доплату, достойную, в принципе, да, а теперь деньги есть, людей нет Да, людей нет еще, ну, однозначно, людей нет, но я думаю, что очень мало мы слышим какие-то попытки рациональных ответов Ну, как с этим быть, да, то есть мне кажется, что, скажем, разумная иммиграция – это единственный разумный ответ в короткой перспективе Да, можно там образование, можно смотреть, что будет через 10-20 лет, но если говорить, что делать в следующем сезоне, да, то, я думаю, есть только краткосрочный ответ Что еще, мне кажется, пандемия показала, очень редко, но я, кстати, услышал, что любопытно, услышал в официальных СМИ То, что степень раскола общества достигла невиданных размеров, и так принято, как бы сейчас, ну, так, только поверхность говорить о ваксерах и антиваксерах, да, то есть людей за вакциной против Ну, я просто не представлял, но услышал, и меня это очень самого впечатлило Ну, представляете, у нас вопрос-то инопланетян, да, не граждан, он же сам по себе тоже не спарился, не всосался И понимаете, что эти люди, они были, ну, я бы сказал, мягко говоря, отвергнуты официальным государством последние, наверное, 30 лет И в чем-то процент невакцинированных, мне кажется, он коррелирует в чем-то с тем, с той группой населения, которая, как бы, в латвийском государстве не удела, да, то есть, представляете, их с точки зрения Они что-то будут слушать, для них это, ну, мягко говоря, чужое правительство, да, это не их правительство Это на самом деле трагедия Да, или в лучшем случае они будут ждать спутника, а в худшем случае они просто посылают, как говорят по-русски, на три буквы то правительство, которое для них Ничего не значит Ничего не значит Это очень печально И это взаимно, да, то есть, это очень взаимно, поэтому тоже, вот один из векселей, который приходит нам за 30 лет, по которому нужно платить То есть, нужно как-то понимать, я даже удивляюсь, что опять не хватает профессионализма в том, чтобы понять, что даже с, ну, не знаю, с враждебной аудиторией С ней тоже как-то надо общаться и как-то пытаться какие-то идеи или информацию доносить Потому что вот этот вопрос, что мы их просто будем игнорировать, и они, ну, как бы, там, не знаю, уедут или умрут, и вопрос сам по собой решится Но он, скорее всего, не срабатывает Явно в пандемии понятно, что вот так называемая пятая колонна пандемии, вот она, вот она, она никогда не пойдет в цену Да, да, ну, конечно, отдельные голоса разума звучат, по крайней мере, хотя бы во время пандемии Ну, вот мы помним, была дискуссия недавно, да, если так вот вдуматься Значит, оставить ли вот эти 20 или 25 минут эти новости ежедневные на ЛТВ-7 на русском языке Или не оставить и перенести их в интернет Ну, тогда прекратить лицемерить и говорить о том, что мы тогда их оставляем, ну, российскому телевидению Да, и там интересные передачи, так сказать, нам это, зачем мы на это будем тратить деньги еще на русском Они же инопланетяне Да, действительно, да, если мы говорим о том, что наоборот, государство должно, что принципологично для государства Как-то этих людей привязать к информационному пространству Я сейчас не говорю про какую-то агитацию, просто чтобы они понимали, что вообще в стране происходит Не за рубежом, а в стране И кто вообще у нас там, не знаю, президент, премьер, и как мы дальше будем жить Ну, вообще, о чем дискуссия? Ну, нужно оставить 20 минут на телевидении на русском языке Оставили, не оставили? В результате, сказали, до конца года, пускай будет, дальше мы посмотрим Ну, тогда не нужно говорить о том, что мы хотим каким-то образом бороться, не знаю, с российской пропагандой Тогда поднимите руки, скажите, ну, что делать? Они все равно это телевидение будет смотреть, мы не будем там мешаться Зачем просто выкидывать деньги? Или, скажите, наоборот, мы будем все-таки со своим населением общаться Потому что есть же реальность, нам может нравиться, кому-то не нравится Да, почти для 40% населения русский язык родной Можно, конечно, встать утром и сказать, нет этого населения, нет этого языка Но от того, что я это сказал, ничего же не поменялось Мы должны как-то жить в реальности Согласен Да Вот еще, может быть, такой вопрос, действительно А что теперь дальше делать? Вот есть расколость общества Но, с другой стороны, ну, как бы, это тот случай, когда, ну, министр или министр Должны быть в какой-то области своего рода врачи То есть они понимают, что есть пациент, который не слушается Ну, по разным причинам, да То ли в силу, вот, как вы сказали, протеста То ли в силу образования То ли в силу того, что, вот, там, не знаю, человек решил, что земля плоская И вируса не существует Ну, условно говоря, да Но, тем не менее, ведь как-то нужно его спасать Да, вот, условно Что бы там мы ни говорили Ну, вот, если он пострадал, ему нужно оказать помощь А не начинать говорить о том, где твоя голова Да Вот, что в этой ситуации делать правительству? Ведь надо все равно каким-то образом, не знаю, дальше эту вакцинацию проводить Нельзя же сказать Ну, не хотите, не надо, умирайте Ну, условно говоря Ну, да Я думаю, что Я уже начал о непрофессионализме, да По-моему, я до эфира Говорил, что мне кажется очень странным Что в момент, скажем, редкостной, да Редкостной или чрезвычайной ситуации, да Когда у нас кризис в здравоохранении Может возглавлять Министерство здравоохранения профессиональный музыкант А не все-таки врач Я понимаю, что бывают разные концепции Даже я бы согласился, что непрофессионал-медик может возглавлять данное учреждение Может быть, в мирное время Ну, я говорил, что никто же не хочет, чтобы за руль самолета в момент кризиса, да Сел тот же пианист и попытался посадить этот самолет Поэтому я бы все-таки рассчитывал на те профессиональные силы медицины Которые все-таки обучены Ну, они как-то более адекватно должны воспринимать И что, знаете, что еще, слушая, наблюдая, мы очень страдаем однобокостью Мы, ну, как в новостях, да, в панораме там идет одна сплошная страшилка Так и, скажем так, я думаю, что в совещаниях правительства Сейчас преобладают рассказы о здравоохранении Если бы мы нам время допустили, чтобы блок экономистов и финансистов Ну, хотя бы выступил, да Я думаю, они не находят сейчас баланс между интересами экономики И интересами здравоохранения Просто здравоохранение управляет, решает все, да То есть у нас эпидемия, значит, мы боремся за здоровье Ну, мы уже два года как боремся И мы понимаем, что эпидемия долгогирающая история И повторяющаяся, как и эпидемия гриппа и прочая эпидемия Соответственно, ну, вариант полного закрытия локдауна Он, ну, а, не сработал, будем честны перед собой И, скорее всего, он недопустим в будущем И это, как бы, наверное, отправные изначальные точки Соответственно, ну, наверное, вот так бы я ответил Да, вот что на ваш взгляд Здесь, ну, слово, может быть, рекомендовать не очень Но тем не менее Нужно ли вообще Есть две концепции Одни говорят о том, что, ну, по крайней мере Мы не знаем, когда этот вирус уйдет Ну, будем исходить из того, что он не уйдет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра Ну, по крайней мере, видимо, в следующем году еще точно И это значит, нужно научиться Если здесь умеется такое слово С ним сосуществовать Вот есть вирус как данность Но мы не должны при этом, не знаю, накрываться простынью и ползти на кладбище На местное кладбище Да С одной стороны Другие говорят о том, что, ну, есть законы этого вируса И все-таки, если мы не хотим, ну, полностью добиться Ну, дойти до коллапса в больницах Надо вот все эти ограничения опять осенью вводить, ужесточать Вот все-таки вы к какой концепции придержитесь? Шведская, шведская однозначно Это открытая экономика, да? Это все-таки, ну, болезнь болезнью, вирус вирусом, а жизнь продолжается И могу поделиться, просто я был в Швеции в конце апреля-начале мая этого года И так странно, вы знаете, вы ходите с самолетом и в аэропорту Орландо Чувствуете себя немного идиотично Потому что никто в маски не ходит, да? То есть к вопросу о ритуалах, да? И святая вера О мучеях, да Да, святая вера в маски В Швеции в масках ходят только те люди, ну, как кондукторы поезда В поезде никто маски не носит У них есть одно правило Не приближайся друг к другу ближе на метр и следи за своим здоровьем Чувствуешь себя плохо, не выходи в люди И они придерживаются шведы этой концепции? Ну, за всех я понимаю, что... Насколько мне известно, я не слежу так Скажем так, за их статистикой Но в общем потоке информации я не слышу Если бы у них были очень плохие новости Я уверен, Панорама нам бы рассказал об этом Но она не рассказывает, да? Соответственно, я думаю, что у них все в порядке Даже, я думаю, порядком лучше, чем у нас Ну, так, это общее впечатление от недельного пребывания в Швеции Я однозначно за незакрытие школ Ну, как можно дольше их не закрывать ни в коем случае А это значит, что у них экономика все время работает, да? Ну, это к вопросу, кстати, то, что, наверное, больше ближе к моей профессии Это не столько, скажем так, к медицинской стороне Что мы могли бы закрыть и как там чего-то с фондами Как будем разогревать экономику? То есть, наверное, самое сейчас интересное было бы обсуждать идеи, проекты Что же мы будем делать? Ну, рано или поздно, или как мы будем параллельно существовать с пандемией Или как мы будем из нее выходить И что мы будем развивать в конце концов Вы понимаете, что уже мы коснулись этой темы Очень многие направления мы закрыли своими собственными ручками Ну, а теперь надо выходить И надо еще будет конкурировать с такими экономиками Как там даже Швеция, Скандинавия Которые не закрывались И небезызвестная вам страна Мальта тоже не закрывалась У меня только что знакомая оттуда вернулась Там все живет, все процветает Да, то есть, соответственно, я думаю, что мы какой-то, наверное, орден сможем выписать нашим борцам за эпидемиологическую чистоту Но мы должны... Это реальная проблема То есть, они намного опережают нас в готовности экономики открыться и запуститься в полный оборот И что? И вот и мы Мы тоже находимся в этих соревнованиях, в Олимпийских играх Кто быстрее выйдет из пандемии И, соответственно, вот это для меня самая интересующая тема О которой практически нигде никто не говорит Да, вот это, наверное, серьезная тема Требующая, может быть, отдельной дискуссии Но очевидно, что особенно такая, ну, небольшая страна С небольшой экономикой, ну, небольшая экономика, как Латвия Она не может себе позволить то, что может даже себе позволить по ограничениям, не знаю, к примеру, Германия Или Китай Или Китай, да Или, по крайней мере, Соединенные Штаты, которые сами печатают валюту Ну, мы, как мы знаем, лишены такой возможности То и другое, и третье не делаем Не делаем, да Так что у нас другого варианта нет Как, в принципе, продолжать работать Придерживаться, может быть, чуть-чуть вот этой шведской модели Я не знаю, если у нас был прям в эфире Я знаю, что вам нужно бежать на следующую встречу Отпускаем вас Большое спасибо Все, до свидания Радио Болткома